Добро пожаловать в раздел по интерпретации данных. Цель данного модуля – помочь вам в развитии ваших способностей интерпретировать данные. Основная идея заключается в том, что при правильном использовании данные могут быть ключевым инструментом для принятия более эффективных решений и реализации более эффективных политик. Мы будем опираться на примеры использования данных в самых разных областях, включая образование, здравоохранение и окружающую среду. Кроме того, для закрепления пройденного материала под каждым видео для вас приготовлены практические задания. Они помогут вам оценить понимание пройденного курса. Итак, давайте начнем наш путь к изучению правил интерпретации данных. Изучение данных обширно, поэтому на этом курсе мы сосредоточимся на пяти важных правилах. Итак, начнем с правила номер один. Важно смотреть на распределение данных. Во многих странах люди заявляют о том, лучше ли сегодня обстоит дело с экономикой, чем в прошлом. Это мы можем разобрать на примере нашей страны. На этом графике показано, как изменялся среднедушевой номинальный денежный доход населения Республики Казахстан в период с 2010 по 2021 годы. Данный график говорит нам, что средний доход в Республике Казахстан повысился в течение определенного периода времени. Но он не говорит нам о том, что случилось с доходом большинства людей в стране. Чтобы понять это, нужно посмотреть на все распределения дохода, а не только на средние значения. Здесь показана доля доходов казахстанцев за период с 2010 года по 2021, распределенный по децильным группам населения. Но прежде выясним с вами значение термина дециль. Дециль – это значение, используемое для описания статистического распределения набора данных. В области статистики доходов дециль используется для определения того, как доход распределяется среди населения. Чтобы проиллюстрировать это, население сначала делится на 10 равных частей в зависимости от уровня доходов. Первый дециль включает десятую часть населения, находящегося в нижней части шкалы доходов. Дециль представляет следующие 10% и так далее. А десятый дециль представляет 10% населения с самыми высокими доходами. Затем децили можно использовать для определения пороговых значений в совокупности. Таким образом, социально-экономическое исследование может использовать децили для определения максимального благосостояния или порогового значения, согласно которому семья может принадлежать к самому низкому децилю в обществе. Затем этот порог можно использовать в качестве предварительного условия для получения семьей поддержки как менее обеспеченных. Итак, на графике мы видим первый дециль, второй дециль, третий, четвертый, пятый и так далее. Как мы видим, средний доход казахстанцев примерно оставался неизменным за этот период времени. Повышение дохода было гораздо более выраженным только для верхней части распределения доходов. Таким образом, важным правилом при рассмотрении данных является то, что мы часто хотим видеть не только среднее значение, но и распределение переменной, которое нам интересно. Данный пример иллюстрирует важный принцип, который следует учитывать при использовании данных для обоснования решений и оценки ситуации. А теперь давайте перейдем к закреплению нашего правила. Внизу под видео вы увидите задание. Выполните его и после чего мы перейдем с вами к следующему правилу.